Они думают, если они сделали вот это, считают, что это нормально. А люди все равно берут, им плевать. Даже дети берут, да, хреницуем. Здравствуйте. Что вы так снимаете? Я заведующий пекарни. Вам берите. А зачем я это снимаю? Снимаем с реализацией некачественный товар. Почему? Ну, в соответствии с анпином, что не так? Не знаете? А почему не так с блочкой? Ну, то, что она не упакована. Не упакована и не промаркирована. Ну, во-первых, у нас закрыты диспенсера с дверками, и маркировка стоит вот она. Вот маркировка с этой выработки. В законе написано, что можно в дозаторах, но только в тех случаях, если продукция не может соприкасаться с человеческими руками. Прекрасно все знает. Не брезгует. Ну, кто-то руками залез, потрогал. Какой-нибудь бомж. В одном месте поковырялся. Вот, я трогаю. Хотите? Ну, затрогай ты, господи. Спасибо. Ну, давайте я здесь потрогаю. Вот, все потрогаю. Возьмите. Вот это потрогаю. Что мне интересно, мягкая она или не мягкая? Покупайте. А вы что, с пятерой будете? Покупайте, покупайте, если вы грибаете. Ну, может, я купить хоть. Вот я потрогал, мягкая или не мягкая. Буду я, не буду. Да и меня любой так сделает. Поверим. Взяли, в грязную тележку кинули. После моих рук я в шоке. Я в шоке вообще. Это как? Нет, а зачем? Ну, вы же хотите купить? Да. Нет, ну, нет. А какую? Вот эту. Ну, возьмите. Так это вы выбрасываете? Нет, мы просто скидываем телегу. Ну, хотите, поделимся с вами. Конечно. Не, можете выбрать, что хотите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чего? Делаем. А что делаем? Как вы думаете? Что вы собираетесь делать с этим? Мы? Да. Вообще, вот так должно быть? Для людей у нас лежат щипцы. Они сами себе в пакет кладут столько товара, сколько им нужно. И идут пробивать на кассу, в пакете несут. Я не об этом. Я говорю, так должно быть по закону. Я не буду вам отвечать на вопросы о законах. Я не юрист. А, вы не знаете. Я работаю в компании, у меня есть определенный стандарт, в котором я работаю. Вы же директор магазина. Я директор магазина. Я работаю в компании. Вы же должны знать, что по СанПинам это запрещено. Новые правила торговли открываем. Там четко уже этот СанПин прописан в правилах. Но нельзя. Каждый товар должен быть упакован и промаркирован. Я вот считаю, что это все просрочено. Докажите обратно. У нас ведутся журналы, выпечки. Докажите обратно, что это именно. У нас ведутся журналы, выпечки, где можно посмотреть, во сколько было. Это пыль нестит. Любой человек может залез, потрогать, вот так, это, это не нравится, это не нравится. А, вот эту я возьму. Опять же, мы говорим, да? Видите, коронавирус никто не отменял. Зашел в больной. Кстати, моя компания пытается людей обезопасить. Поэтому моя компания нечет, чтобы можно выходить. Кажется, у меня в плюне туда, не знаю, какой-нибудь спидосник. Ну, ладно, снимайте, снимите. Вы как? То есть вы не согласны с этим нарушением? Я не буду вам ничего отвечать. Считайте, что вы делаете правильно, ради бога. Я спрашиваю вас. Мы можем обойтись без полиции, если вы признаете, что это, да, вы виноваты, что это нарушение, что вы исправитесь. Я не буду ничего вам отвечать. А, то есть понятно. На эти вопросы ответит юрист. А, ну понятно. Ну, начнем полицию, оформляем магазин. А вот это что? Тут нет ничего. Насколько натируха. Только оно здесь стекает, что оно будет. Вот, век падает. У своего, видишь, вот так выкладывают, падают. Где гарантия, что там не падало? Да, 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 так же выкладывают. Да, конечно, так же не падают. То есть хоть в упаковке ничего страшного. Поднял, положил обратно. Да, так же закинули. Срочка со скидкой. Можно я ее купить, кстати. Да, давай. А мы должны были запаковать? Ну, она продается так. Так и принесли. Ну как? Открываешь? Открываешь? Запасуйте. 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 Что вы понесли? Запасуйте. Мы кассиры, мы как должны запаковать? А мы покупатели, мы должны что-то фасовать? Нет, ну почему вы все? Вы нас не кричите, мы-то здесь кричим. Чтобы вас лучше, чтобы вам слышно было лучше. Вы нам предъявляйте претензию, почему мы не запасовали? Я не вам предъявляю. Фасовщика сюда пригласите, а он зафасует. Достаточно я ясно выражаю. А почему вы кричите? Я говорю, фасовщика позовите, а он зафасует. Вы с директором магазинки не хотите разговаривать? С директором не хочет разговаривать. Так а мы это с вами как должны разговаривать? Вот мы вам товар предъявили, зафасуйте, вы продайте. Ничего вопроса. Мы должны распасовать. Мы должны пасовать. Мы работаем с деньгами. Мы должны пасовать. Мы не имеем права... Кто должен пасовать? Там лежат щипчики, там лежат восторочные пакеты. Вот пригласите, кто занимается щипчиками и пакетами, пускай он зафасует. Вы должны на месте делать. Не здесь же, не на пасе. Да вы никого ничего не должны. Вы пришли... Привлечите товар. Я на вас не лечу, чтобы хорошо было вам слышно. Я не глухая. Ну я шептать тоже не умею. А вы чипчите. Что мне еще делать? Что мне еще делать? Снимайте. Правильно делаю, да. Снимаю вас. Вы кассиры, вы не имеете права нас так включать. Да что вы кассиры, прогрейте товар, не задавайте лишних вопросов и требований не выдвигайте. Вы же как-то пробиваете этот товар? Это просто не поднимается. Просто споет у нас за аромат. Вы, конечно, люди не понимают с одного раза. Говорят, прогрейте товар и начинаете какие-то требования выдвигать. То пополнение в просрочек, то пакетов нет. Что в следующий раз будет? Благо маски на нас не одеваете. Директор Наталья, почему на обслуживание кассу закрываете? Это не уважение к покупателю. Вы должны сначала обслужить, а потом закрывать кассу. Какое основание? Почему не может пробить вам? Почему? Объясните. Как руководитель организации, объясните, почему не может пробить. Почему не может пробить? Товар должен быть упакован. Так упакуйте. Мною должен быть? На какой норме права основано, что мы должны что-то куда-то упаковать? Я так понимаю, и маркировку должны сами проставить. Вот это упаковано? Это почему не пробить? Вот вам показывают, хлеб упакованный, пожалуйста. Или вы хотите, чтобы мы еще маркировку сюда поставили? Какую работу за вас сделать? Так что вы будете пробивать? Нет? Вы отказываетесь пробивать, правильно? Осознали, что вы не правы? Может, все-таки принесете извинения покупателям за продажу товара, нарушение СанПИН и технического регламента Таможенного союза? Нет, они считают, что они правы. Мы полицию вызвали, вы не переживайте. А то она ведет диалог с нами, знаешь как, типа, делать и что хотите. Там сгущая вода. Такой же спектакль будет на остальных кассах. Давай, дожидаемся полиции, дальше будем с ними разговаривать. Дозвонился я по телефону 102. Участковая приедет в течение пяти дней, сказала. И бросила трубку. Второй раз я дозвонился, она сразу же сбросила трубку. Женщина дежурная. То есть это, я тебе говорю, вот так. Сто процентная идет провокация с стороны правоохранительных органов. Сейчас надо нам как-то дозвониться, может, для других органов, которые над ними. Это, ну, беспредел на данный момент. Сейчас я буду звонить через 112, чтобы зафиксировать вот этот вот звонок, что данный дежурный просто не исполняет свои обязанности, скидывает номер телефона. Что такое в течение пяти дней приедет участковый? Она что, издевается, что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...